всем привет вы на канале туристический кластер северного кавказа а мы сегодня хотим повторить попытку подъема на место которое минуется храм солнца это вот вторая вершина у нас уже был подъем но каким-то загадочным образом все файлы порчены ничего не можем вам показать пойдем заново снимать так что вперед вместе с нами будет очень интересно с нами как всегда наша любимая собака которая в принципе везде путешествует ездит ходит с нами была на вершине бештау сама поднималась и было кстати на храме солнце вот создание неутомимая вот у кого есть силы так это у нее пока я подбираюсь сюда она уже три раза туда-сюда сбегала туда поднялась посмотрела и вернулась рассказала мне горячет так медленно давай быстрее за что я люблю свою жену за то что она за любой типишь кроме голодовки вот ей конечно тяжело но идет вперед но где наша не пропадала такие крокусы в архизе они растут как тюльпаны большого размера но их все называют подснежники но это не подснежники подснежники белые они там внизу под горой росли впереди машук машуня это машуня а вот это машук не отвлекайся мы вышли на кольцевую дорогу и вот место которое на которое я обращал внимание уже не один раз вот такие вот интересные камни если вам видно вот такие вот вещи но это очень сильно похоже на окаменелые корни и такое ощущение что это кладка вот камень обработанный чем-то явно видно что он обработанный и вокруг него чем-то залито а то что камень обработанный вот видно невооруженным глазом ну блин как вам еще объяснить видно что он обработанный такое ощущение что это вот какая-то была конструкция кем-то сложена непонятно вот она туда уходит но вот здесь похоже что это корни потому что они хаотично идут и здесь нет видимости обработанного камня может быть сложно сказать так что идем дальше вот он единственный клочок зимы оставшийся радка проверяет спиной ой как нравится этой собаки вот мы уже в таком вот местечке уже очень много прошли вид отсюда классный прошли мы не по прямой как хотели а немножечко в обход но вот это уже вершина биштау вообще с одной стороны очень сложно туда подниматься а здесь кажется вот так еще один шажочек и ты уже почти там но нам немножко надо в обход на другую сторону так что осталось совсем чуть-чуть собакин собакин шишки жрет шишка покажи шишку вот такая шишка у собаки главное никому не отдать чудо чай на природе сладкий то вообще просто пипец рады ты будешь чай ну не водичку боже какой кайф сейчас собаку напоим водичку будешь да говори да говори до молчуха она у нас никогда ничего не говорит я ее переводчик да она у нас красноречиво молчит сразу все понятно да это хочет водичку навигатор почему-то решил что мы можем пойти не по тропе напрямую короче завел нас вот на этот небольшой хребет да мы поняли что мы здесь не проходим будем спускаться вниз и продолжать идти дальше что ты там не падаешь аккуратно собакин много сил мы потратили на обход и на ложные тропинки поэтому честно говоря уже устали а здесь снежное царство собакин там кайфует вот эта дорога идет в сторону иноземцева и по ней мы скорее всего будем возвращаться если там найдем тропу а вот эта тропиночка ведет как раз храму солнца но это жестко но будем пробовать из лета быстро попали в зиму все выдернула молодец иди иди за папой за папой иди потихонечку аккуратно даже ей тяжело выгребать кажется что мы не дойдем поскольку уже реально сил просто нет но блин из-за того что мы уже поднялись так высоко и осталось буквально каких-то странных не знаю там 200 300 400 метров то естественно пойдем вперед но впереди нас шли люди наверно да это самый трудный участок здесь лед довольно крутой подъем и мы честно говоря по обуви ну по крайней мере я не очень подготовлен поэтому приходится какими-то обходными путями пробираться как мы будем спускаться я не знаю надо будет искать другую тропу для спуска пойдем пойдем по южному склону там снега нет нет надо было по южному склону подниматься не по северному мы зависли вот в таком месте там наверх дороги нету толком вернее она есть на туда подняться нереально хоть и совсем близко но там жопа очень скользко лед и мы не знаем что делать возможно сейчас просто будем на жопе спускаться вниз обратно потому что наверх мы не поднимемся больше я даже вниз не представляю как спуститься мне плохо становится а наверх я уже больше не хочу значит идем вниз это ребята что мы испытали за этот час что мы поднимали здесь это просто жесть даже был момент когда я держалась за дерево и просто висела на руках и я понимала что я не могу никуда поставить ногу везде лед или замерзший замерзшая земля еще это застряла нет ни поводка ни ошейника но она доблестно поднялась вот ветка рада рады отойти вот вот ветка поднимайся все все да нет вон он к выше камень но мы вышли на нормальную заработку тропу на самом деле то что сегодня произошло это верх экстрима честно скажу потому что мы поднимались вот по тому склону он пипец какой крутой там везде снег лед люди поднимаются по южной стороне вот там есть тропиночка там сухо в принципе не будет ну по крайней мере льда и снега нету и спокойно поднимаются на храм солнце а мы поднялись вот оттуда перед нами иноземцево и там за горой железноводск да вот камень который называется как то я забыл то ли слон то ли носорог то ли хрен поймешь а вон храм солнце ну вот мы после всех пройденных испытаний вздроли небольшой привал покормили собаку попили чая ну и вот собственно цель нашего сегодняшнего похода храм солнце многие считают что этот камень был сюда ну скажем так занесен древними людьми потому что он якобы не относится к породе бештаунита ну по мне так вот визуально даже на первый взгляд та же самая хрень что и вот этот ну единственное этот пластами расположен но дело не в этом дело в том что храм имеет вот такой вот лаз это у нас получается западная сторона вот так вот он выглядит с восточной стороны в принципе откуда всходит солнце вот так вот он выглядит внутри якобы здесь ну приносились какие-то жертвы кровавые не кровавые это уже другой вопрос вот и все эти действия были направлены солнцу сложно сказать но вот по мне просто скорее всего чьи-то догадки мы сейчас сделаем небольшое расследование если кто не знает то первый признак жизни ну в смысле не жизни жизнедеятельности человека это особенно древнего да это черепица битая то есть это битая посуда если это действительно храм где проходили какие-то обряды ритуалы то соответственно использовалась какая-то ритуальная посуда если это происходило в течение там нескольких столетий веков не знаю там тысячелетий то скорее всего эта посуда билась и просто сейчас пока у нас есть время пока светло походим здесь поищем черепки железноводск это у нас иноземцево его на пятигорск да сейчас все в дымке как-то так это вершина бештау ну а это собственно есть храм солнца вот этот камень в общем обшарил я окрестности этого храма не нашел ни одного глиняного черепка хотя на горе бештау и в ее окрестностях в местах даже не относящихся каким-то древним поселением очень часто мне лично попадаются осколки керамической посуды здесь я не обнаружил ничего поэтому ну лично я считаю что версия о искусственном происхождении этого места но для меня она считается какой-то неподтвержденной потому что я здесь ничего особенного не увидел вот так расстояние которое мы пришли прошли 8 с половиной километров кажется немного но на самом деле все очень сложно так 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 а где то был подъем а подъем мы сейчас на высоте 1300 1300 а маршрут вот мы начали вот от дома пошли до по определенной вершины до кольцевой и вот это вот мы по кольцевой обошли всю нахрен гор вот так и вот сейчас мы на храме солнца короче будем возвращаться в общей сложности у нас наверно получится 16 километров за сегодня да но если 8 мы сюда прошли да да где то так а вот это видимо это самое страшное место вот так я его и зарисую себя в памяти я тобой горжусь мы молодцы и собакой да она тоже супер я думаю да 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 а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова